Я вас приветствую. Возможно, будет схожая какая-то информация, но ничего страшного освежу в вашей памяти. Начинаю с того, как дизайнеры к этому относятся. То есть мы характеристики технические оставляем на второй план. И всегда, как любой творец, как любой художник, мы на все напольные покрытия смотрим с точки зрения красоты и цвета. И выбираем, естественно, красоту и цвет. И что будет ощущать, то есть с точки зрения еще тактильных ощущений, что будет ощущать наш заказчик, когда он босиком пройдется по тому или иному покрытию. Начинаю с мною очень любимой массивной доски, хотя ее не везде и не всегда можно применить. И даже не всегда она бывает уместна, но все же она по своим характеристикам, несмотря на то, что ее юридически не существует, как мы сегодня услышали, она все же есть. В нашей практике она тоже присутствует часто. Ну, я не буду внедряться опять-таки в характеристики, потому что их рассказали. Пройдем дальше. Она бывает по цвету очень интересная, очень разнообразная. Кому-то нужно что-то поспокойнее, кому-то нужно поярче. И если мы берем какие-то интересные породы дерева, они могут быть вот таким вот декоративным ярким элементом, который может украшать ваш интерьер. То есть я говорю сейчас о доске не как о технических характеристиках, а о том, как она красиво может работать в интерьере. Потому что она бывает узкая, она бывает широкая. В зависимости от того, какое у вас помещение, какое назначение, это будет вами проигрываться как элемент декора, как элемент, который будет украшать дом. Соответственно, нужно понимать, что вы применяете и для каких целей. У массивной доски есть потрясающая возможность, ее можно брашировать, ее можно делать структурированной. Да, брашировка, я так понимаю, что вы слышали, было озвучено, что такое брашировка, выбор волокон. Но она может быть очень вот такой вот гладкой. Гладкой. Вот поверьте, по такой доске, если вы никогда не пробовали, попробуйте пройтись босиком, даже если вам предоставят образец на каком-нибудь стенде. Невероятные ощущения, тактильные, приятные. И в нескольких больших загородных домах я делала вот такой вот именно очень нежный, очень плавный такой вот, такую структуру на древесине. Ее делают под ваш запрос. Глубже, мельче, как угодно. Шире вот эти вот могут быть волны по вашему запросу. И, естественно, выкрасят тоже под ваш запрос. Но вот под такой структурой очень приятно ходить босиком. По паркету штучному. Крайне редко сейчас используется, практически выходит из дизайн проектов, потому что либо от него устали, либо это для некоторых бывает очень дорого, либо хочется просто чего-то нового, потому что очень много интересных новых структур, текстур и технологий выходит и позволяет использовать другие варианты, которые будут более современными. Скорее, просто люди устали. Но, опять-таки, если это классический интерьер, то варианты со штучным паркетом можно применить в любых комбинациях, в любых вариациях. И компании, которые продают, они, естественно, вам предложат любой рисунок. Помимо того, что у них есть в своих собственных базах, вы можете еще и свои собственные рисунки с ними проработать, проговорить. И они это все создадут, потому что штучный паркет, вариации у него практически бесконечные. Художественный паркет. Ну, на этом пока можно, так скажем, вообще, не то чтобы крест положить, уж извините за такое определение, но про него на время можно забыть. Потому что вот эти дворцовые варианты даже очень хорошо, золотой классики, крайне редко стали использоваться. Ну, во-первых, из-за дороговизны. Во-вторых, опять-таки, люди хотят использовать тоже какие-то новые интересные варианты и чаще приходят и прибегают к художественной резке керамогранита. То есть тот же самый художественный вариант, можно сделать керамогранит и его еще и утеплить, сделать теплый пол, что гораздо приятнее ногам. Но как факт, он существует, он прекрасен. И тут вариации не то что бесконечные, безграничные. То есть можно придумать все, что угодно. Если есть такой заказчик, то, соответственно, в добрый путь это можно применять. Это будут очень красивые интерьеры. Очень актуален стал в последнее время паркет с 3D-эффектом. То есть все вот эти вот имитации. Самое интересное, что, попадая в разные исторические здания, в том году, прошлым летом, как раз вот, спасибо, Светлане, мы ездили в дом Максима Горького, если вы знаете, есть такой, да, у нас в стиле арт. Ну вот там на третьем этаже паркет выложен сколько лет, Светлане, этому дому? Больше ста уже. И вот там выложен паркет с 3D-эффектом. Представляете, сколько лет назад, то есть, ну, все новое, это хорошо забытое старое. Вот как ни странно, да, удивительный был феномен и факт, 3D-эффект, да, выложен в том времени. То есть 100 лет назад выложили паркет с эффектом 3D, вот, который сегодня набирает обороты по своей популярности, и можно его использовать. Соответственно, вариации по, не просто массивная или паркетная доска, любая другая, инженерная, да, полоса влево, полоса вправо, а тут вариации возможны, можно делать все, что угодно с полом, со всеми натуральными покрытиями, которые можно применить в проектах. Естественно, вопрос цены, естественно, вопрос возможностей бюджетирования проекта, но все же, когда мы понимаем, что есть масса вариаций, можно применять и не зацикливаться только на каких-то, ну, в последнее время ставшими популярными приемах. Модульный паркет, в общем-то, тоже достаточно интересные единицы, прекрасно смотрится в интерьере, очень интересно можно обыграть, например, гостиную, потому что стоимость модульного паркета выше обычной доски, соответственно, нужно понимать, что для этого должен быть бюджет. Но если есть бюджет, если позволяет, то использовать модули, на мой взгляд, очень даже интересно. Но опять-таки это удел классических интерьеров, очень современный интерьер, ну, вряд ли его внедришь, потому что, ну, там должна быть такая более серьезная компиляция, если нет такой задачи по проекту, то лучше тогда применять его все же больше в классических. Но у модульного паркета расширяются возможности, и он может работать не только деревом, он может работать комбинацией материалов, да. Прекрасно работает комбинация дерева и мрамор, дерево и керамогранит, дерево и мозаика, дерево и даже делают что-то типа смальты. То есть можно применять, и возможности у модульного паркета тоже достаточно широкие, и если есть какая-то определенная задача, ну, нужно что-то применить такое эдакое, особенное, да, нестандартное, то вот здесь тоже есть возможности. Сегодня у нас много, ну, есть производство напольной доски, массивной доски, паркетной доски и модулей, и они могут по вашим эскизам сделать все, что угодно. Если вы продумаете интересный интерьер, то можно, его же можно не укладывать полностью всю площадь в квартире, да, его можно внедрить как какой-то определенный нарядный элемент в той же гостиной, или какая-то проходная зона, если это какой-то холл. То есть, ну, не бойтесь высокой стоимости, внедряйте кусочками, внедряйте декоративными элементами, потому что тема интересная и практически не востребованная, потому что все пугаются высокой стоимости. Буквально недавно, ну, не буду рекламировать, но есть у нас российское производство, достаточно известная компания, я буквально вот на той неделе была на производстве, мы ездили в город Клин, смотрели, что там у них происходит. Ну, сказать, что можно все это, не сказать ничего. Вот любой каприз за ваши деньги, любая фантазия дизайнера в покрытии, в обработке, в компиляции, все что угодно. Сегодня можно все, вот этим надо пользоваться. Вот, смотрите, второй вариант по модульным паркетам, ну, вы не можете не согласиться, да, что вот этот вот фрагмент проходного холла выглядит прекрасно. А что это модульный паркет с внедрением в него металла? Или латуни, или обычного металла, но это выглядит настолько красиво, настолько интересно и настолько не избито. То есть какие-то новые приемы, которые можно внедрять хотя бы фрагментарно в ваши интерьеры. Не надо бояться. Ну, да, возможно, это будет какой-то дорогой элемент. Но мы же всегда, когда мы знаем бюджет, мы можем играть им, варьировать, да, мы можем что-то внедрить туда дорогое, на чем-то мы можем сэкономить. И вот в этой сбалансированной истории мы можем сделать и такие вот фрагменты тоже. Эта комбинация с внедренной латунью и металлом будет дороже, безусловно, стоит, чем даже камень. Но в любом случае, при каждом конкретном случае нужно запрашивать, потому что модули могут быть разного формата. Они могут быть 60 на 60, 45 на 45, а могут быть 90 на 90. От этого будет варьироваться на сколько туда внедрено металла. То есть определенно сказать, что это стоит столько-то или столько-то сейчас просто невозможно, но и нет смысла. Если есть идея, если есть мысль, то ее нужно проверять. Если это совсем зашкаливает и выходит за рамки бюджета, ну тогда, ну зато со спокойным сердцем мы понимаем, что, ну, к сожалению, не можем здесь применить, значит, в другой раз. Но как вариант это нужно иметь на вооружении, понимать и знать, что этим можно пользоваться. О досках было говорено, и все же повторюсь о том, что есть однополосная, трехполосная, и в интерьере вы можете увидеть наглядно, как они выглядят. На мой взгляд всегда интересней, ну, опять-таки, на мой личный взгляд, всегда интересней смотрится однополосная, чем трехполосная. Трехполосная как-то она, ну, она как будто продешевила, да, она как будто выглядит дешевле и проще, чем однополосная. То есть вот здесь больше как-то вот стати и достоинства какого-то. Хотя и то, и то, один и тот же, одна и та же паркетная доска, то есть один и тот же материал. Но выглядят они по-разному, поэтому когда вы создаете свои интерьеры, ориентируйтесь на это. Я бы не стала выбирать трехполосную, я бы выбрала одну полосную. Потому что, ну как-то вот, ну не знаю, на мой взгляд, она выглядит гораздо эффектнее. Эффектнее, совершенно верно. То есть до этого вы слушали характеристики технические на слух и пощупали материал, а сейчас такое вот подтверждение про то же самое, но только уже в картинках. Про инженерную доску. Не буду повторяться, знаете, да, слышали все ее характеристики. Я ее очень люблю. В 80% случаев в своих проектах я применяю именно инженерную доску, потому что вариации ее использования больше, чем у массивной доски, да, и характеристики у нее лучше с точки зрения геометрии лучше, с точки зрения стабильности лучше, потому что у нас все проблемы с доской начинаются от чего? От перепада температуры в помещении. Вот, соответственно, она в силу того, что у нее склейка идет поперечная всех ее слоев, она более стабильна, то есть ее не так рвет, как обычное дерево. Но на характеристиках останавливаться не буду, идем дальше. У нее тоже есть вариации по ширине, по длине. Она может быть короткая, она может быть разнодлинная, она может быть широкая, она может быть узкая. У инженерной доски есть по ширинам от 9 до 30 сантиметров ширина ламели. То есть это особенно 30, это очень красиво, очень дорого и очень... То есть здесь должны быть максимально квалифицированные специалисты, которые ее укладывают, потому что у нее есть масса нюансов при укладке. Из-за того, что у нее широкая, очень широкая, вернее, большая ширина, ее может выкручивать. То есть здесь должен быть действительно высококлассный специалист для укладки. Вот, но об этом у нас Виктор расскажет. Еще есть очень интересный элемент, я его применяла всего один раз, к сожалению, в своей практике. Это криволинейный... Можно погасить вот здесь свет? Попробуй погасить, пожалуйста, свет у экрана, чтобы ее было получше видно, потому что вот об этом я бы хотела, вернее, хотела бы акцентировать ваше внимание. Лучше видно? Вот, смотрите, я не знаю, сталкивались вы, не сталкивались с такой историей, как криволинейная доска. Сказать, что это настоящий природный материал, просто там, значит, состыковали разных, разного распила доски, нет. Ее действительно выпиливают каждую отдельно, собирают как конструктор лего, каждую пронумеруют. Но эффект у нее просто бомбический, потому что она собой, своей вот этой нестандартностью, нетипичностью очень украшает интерьер. Вот, это действительно нестандартное решение, мало кто его использует. И если вы являетесь теми самыми любителями нестандартных, решений, то я вам ее настоятельно рекомендую. Я сейчас расскажу, отвечу. Вот, я вам ее настоятельно рекомендую, потому что, естественно, можно использовать любую древесину, это будет разный рисунок, и это будет просто не то, что нетипично. Это будет не как у всех, абсолютно отличаться одновременно от всех вас. Посмотрите, под любым углом, под любой обработкой она будет интересно смотреться. Такие наши российские фабрики делают, по-моему, даже кто-то в Кировограде у нас делает по фабрикам. То есть, если вы задаетесь целью и захотите ее применить, даже пройдясь по Нахимовскому проспекту, вы найдете продавцов, кто ее производит. Потому что у меня этот проект был 5 лет назад, я его делала со своими партнерами, они, это был Волжский, Волжская доска, Волжский массив, и они это делали на своем производстве. Вот, но прошло 5 лет, то есть на сегодняшний день появилось больше производителей, но кто конкретно, я вам сейчас не скажу, но если задаться целью и найти, вы найдете, и найдете много. Вот, я говорю, что это не так часто, к сожалению, в моей практике всего лишь один раз было. Да, потому что люди пугаются нестандартности в какой-то степени и цены. То есть у нее тоже будет высокая цена, надо быть к этому готовыми. Но за интерес, как и за все удовольствия, в общем-то, в нашей жизни надо платить, если мы хотим сделать что-то интересное. Что касается следующего натурального напольного покрытия, это пробка, которая существует и в ламелях, и в плитках, и обработка у нее на сегодняшний день потрясающих разных расцветок цветов. Она не только натуральная, и сама кора распределена, и структура ее бывает разная, более пористая, более склеенная, то есть либо пятнами, либо полосками. Ну, тут надо смотреть, что нравится. Я, лично я, как дизайнер в своих проектах, использую скорее более целостное полотно пробки, нежели вот такую вот дырявую, как ее называют, простите, не самое красивое слово, точно определяющее, о чем я вам пытаюсь рассказать. Очень хорошо работают в проектах и в интерьерах пробковые плитки. Вот, причем они, если вы обратили внимание, могут быть еще и с элементами декора, которые в них уже внедрены. Вот. То есть тоже достаточно нарядно и интересно смотрится. Смотреть надо по степени обработки, потому что пробковая доска со своими возможностями, ее можно и в помещения мокрых зон, и в ванные комнаты, и в санузлы применять. Вот. Есть небезызвестная у нас девушка, у нее даже есть видеоролик в Ютубе, она пробкой отделала всю ванную комнату, то есть стоять под душем и попадание прямых струй воды, пробку не травмируют, пробку не корежат, не коробят, с ней ничего не происходит, то есть ее можно применять в зависимости от степени ее обработки и верхнего слоя покрытия, верхнего лакированного слоя. Вот. Ее можно применять в разных износостойкости, в разных помещениях износостойкости у нее высокая. Бегают по ней и животные, и от собак, от кошек ничего, никакой травмы этому покрытию нет, поэтому можно смело применять. В интерьере смотрится красиво. Вот. Она может быть, кстати, есть компания, ну ладно уж, пошли по именам каким-то, Corkstyle, который предоставляет массу разных вариаций обработки пробковой доски, они делают напольные покрытия, они могут быть потрясающие, разных цветов, разных фактур, разные отделки, это можно смело применять в детских комнатах, если хочется что-то более яркое, более сочное в загородных домах с большим удовольствием, там могут быть винтажные какие-то коллекции, то есть под любую, то есть здесь можно найти варианты для любой стилистики, лофт, современный стиль, индустриальный стиль. В классику вряд ли, но все остальное, что мимо классики, да, какой-нибудь средиземноморский, то есть что-то такое тематическое, можно смело применять. Вот. Характеристики высокие, возможности замечательные, и область применения достаточно широка, поэтому присматривайтесь к ней. С той же пробковой доской с нанесенным рисунком точно так же можно сделать интересный интерьер, интересные решения, возможно, не во всей квартире, еще раз повторюсь, возможно, только фрагментарно, но это можно применять и, по крайней мере, просчитывать, понимать, по бюджету проходите, не проходите. Интересные решения. Винтажные истории. Винтажные истории и истории с амбарными досками. Наверняка вы уже слышали и понимаете, что есть компании, которые предлагают старые, ну, ездят по России, находят старые объекты, разбирают, очень бережно реставрируют и продают. То есть можно найти доску, которая там 100, 50, 100 лет, 200 лет, и применить ее в интерьере. Ну, опять-таки, вопрос цены и вопрос, собственно говоря, назначения. Как ни странно, есть люди, которые принципиально это не желают, потому что кто-то на это смотрит с точки зрения, что это какая-то непонятная энергетика, не пойми, где она была, с кладбище, не с кладбище ее принесли. Поэтому вот тут нужно быть аккуратным, нужно понимать, если вы доверяете продавцу, откуда эта доска была изъята, где она до этого находилась, какой она прошла обработку, можно ли ее применять или нельзя. Потому что есть люди, которые реально на этом очень сильно, и для них это принципиально важно, они на этом акцентируют внимание. Вот, соответственно, но выглядит она потрясающе, да, говорить не надо. То есть если мы хотим создать какой-то интерьер в каком-нибудь винтажном стиле, который там что-то где-то с какими-то отголосками, Бога ради, это самое правильное решение. Вот, потому что ее применяют не только на пол, ее применяют на стены, ее применяют на потолок, как угодно. Доска, она универсальна, как материал. Вот, и если вы бывали, например, сейчас взову к вашей памяти, если вы бывали в такой замечательной пиццерии, как бы Кончина в Москве, нет, пожалуйста, зайдите, потому что там самое интересное вообще применение напольной доски, которую можно представить себе в интерьере, потому что они начинают ее с пола, заворачивают ее мягким углом на стену и выводят точно так же на потолок. При этом в ней внедрены разные породы древесины и есть еще рисунки. Удивительно интересное решение, поэтому просто заведите в интернете название этого кафе, Бокончина, так он называется, вот, и их несколько по Москве можно попасть. Я знаю, что есть один, одна она в Страстном бульваре, на Кутузовском проспекте, в торговом центре времена года, в Океане на Славянском бульваре, вот три, которые я знаю, в которых я была, вот, и они везде, ну, так как это сетевая история, они везде повторяют свой интерьер, поэтому посмотрите, как можно интересно применить древесину, вот, главное не бояться, ну, и второй главный момент, бюджет нашего заказчика, вот, потому что, что касается винтажных и всех остальных историй, вспомните, что есть еще тема про обожженную доску, да, тоже такой достаточно мрачный элемент, но интересный для лофта, интересный для индастриал стиля, вот, интересен для каких-нибудь кафешечек, гастробаров, еще чего-то, но, опять-таки, у людей к нему очень странное двоякое отношение, потому что горелая доска у некоторых вызывает эффект, вау, как круто, а кто-то говорит, да ну, как после пожара, не-не-не, то есть ассоциативный ряд срабатывает у всех по-разному, поаккуратнее с ней, но все же, как вариант для интерьеров, ее можно иметь в виду. Еще одна интересная история, это про напольные покрытия, которые для влажных помещений, помимо пробки, это, естественно, всем известный тик, тик можно укладывать просто плашку к плашке, ламель к ламели, да, он выдерживает любой контакт с водой, любые температуры, его прекрасно можно использовать в душевых кабинах, пол в ванной комнате, он не настолько дорог, плюс-минус ориентировочно, ну, для небольших помещений, опять-таки, ну, все относительно, кому-то дорого и 4 тысячи, кому-то 12 нормально, но если есть цель, допустим, сделать не стандартное решение в ванных комнатах, да, как обычно, там плитка, плитка, еще раз плитка, от которой уже, ну, у меня, например, не 15, а 17 лет уже опыт работы, поэтому меня слегка, пардон, мутит, вот, стараюсь попробовать что-то еще другое. Вариант с тиком тоже проходит, он интересен, и цена у него порядка 12 тысяч за квадратный метр, но потом вспомните, сколько нужно того тика, чтобы сделать в ванной комнате, например, поддон душевой кабины, или просто там дорожку какую-то, да, опять-таки, если использовать фрагментарно все эти материалы, не настолько это сумасшедше дорого получается в итоге на, с точки зрения бюджета. Вот здесь история интересна тем, что между каждой плашечкой, между каждой ламелью, есть еще герметичная полоса, которая герметизирует швы и дополнительно дает этому напольному покрытию еще такую вот интересность и нарядность, можно ее использовать. Это в данном случае, по-моему, кто-то из французов делает напольный паркет, в смысле паркетное покрытие для ванных комнат, прям специализированное. Вот, тоже можно поинтересоваться и найти, если есть задача сделать нестандартные, применить нестандартные решения, это одно из лучших. Вот, открытую, ну, то есть контакт с открытой водой не боится, ну, вспоминайте яхты, корабли, это все тик, на самом деле, которому не страшно ничего. Вот, что еще хорошего с этим связано, с напольными покрытиями, с натуральными покрытиями, это в некоторых случаях возможность использования теплого пола. Вот, потому что мы знаем, что если с керамогранитом и с керамической плиткой вопросов нет, делай все, что хочешь, то с натуральными покрытиями здесь гораздо проблематичнее. Здесь есть ряд ограничений. И я могу сказать, что использовать это можно чаще всего, есть возможность это использовать у инженерной доски и у паркетной доски. Массивная доска не поддается этому, то есть здесь категорически это делать нельзя, потому что доску просто вывернет восьмерка, ее поведет всю. И надо смотреть, какие породы дерева можно под это применять, потому что в той же инженерной доске и в той же паркетной доске есть тоже ограничения. То есть дуб, ясень и орех можно применить, да, с ними не произойдет ничего страшного. А вот бук, клён, ядоба – это то, что категорически нельзя, подо что нельзя делать теплый пол. И по теплому полу тоже есть пара вариантов, которые можно применить. Что касается квартир, это, например, инфракрасный теплый пол, наверняка с ним сталкивались, да, учитывая, что большая часть паркетной инженерной доски крепится на пол плавающим способом, да, они накладываются на, то есть не пересверливаем, чтобы вы понимали, да, накладываются прям поверх полотном на инфракрасное полотно. Сталкивались с инфракрасными теплыми полами. Помните, знаете, как они выглядят? То есть это тонкая пленочка, в которой есть чипы, элементы такие. Ну, в данном случае вот эти вот продольные полоски, вот это как раз и есть, вот тонкая пленка инфракрасного, надо было добавить картинку, как выглядит, ну ладно, я просто надеялась, что вы знаете. Ну, опять-таки, если пройтись по Нахимовску проспекту, если вы выделите там полчасика себе времени, вы тоже его найдете, он здесь есть. То есть инфракрасный пол – это один вариант решения вопроса. И второй вопрос, а вот здесь нужно быть поаккуратнее, это обычный стандартный теплый пол, который проводной. Но если мы его используем, то есть вы как дизайнеры, вы должны понимать, когда вы закладываете в свои проекты, вы должны понимать, что у вас будет по итогу. Полагаться только на строителей не очень правильно, вы тоже должны понимать, что вы делаете. И в данном случае можно использовать обычный проводной теплый пол, но надо понимать тогда технологию укладки, потому что теплый пол проводной под напольные покрытия, инженерку или паркетную доску кладут на лаги, то есть он размещается между лагами, чтобы его не пробить случайно, когда будете крепить само покрытие, напольное покрытие. Вот, то есть это должны знать априори строители, это должны понимать вы, как люди, которые это предлагают, как люди, которые внедряют в свой проект и делают интерьер. То есть помимо красоты, еще и чуть-чуть технически нужно понимать, какие приемы вы будете предлагать и какие методы будете использовать. Понимаете степень важности, почему именно лаги, а не что другое. Потому что есть еще один вариант, но он уже больше подходит к загородным домам, это водяной теплый пол, потому что в квартирах по закону мы не можем делать водяные полы, это запрещено. Вот, соответственно, теплые полы водяные, это удел скорее загородных домов, неважно, что там течет, вода или любые другие, может быть, дизель, не дизель, не помню даже. Вот, значит, тут он внедряется в стяжку. Чувствуете разницу? Инфракрасный пол, теплый электрический проводной пол лаги и в стяжке теплый пол для домов. Это спорный момент, кто-то говорит, это хорошо, кто-то говорит, это плохо, кому-то это подходит, кому-то не подходит. Я могу сказать, что в своих проектах я это тоже применяла, вот, и в одном доме у нас в Павловской Слободе был дом 460 метров, весь первый этаж, там не было ни одной батареи, ни одной, по проекту не было. То есть мы вот пришли в дом, который вот построен, да, и внедрились уже в существующее. И там был применен метод теплого пола, потому что окна в пол, окон было очень много, это тот дом, про который я рассказывала, что люди, когда его покупали, так радовались, такой красивый, отлично, там было 40 окон. Когда дошло дело до штор, они почти повесились на тех же шторах, потому что это была колоссальная сумма, 40 окон. Понимаете, какое количество надо было текстиля, чтобы это все одеть, этот весь дом. Вот, поэтому тоже, опять-таки, когда приходит объект, понимаете степень и решение, будущее решение для того интерьера. Вот, соответственно, удел домов это теплый пол в стяжке. По поводу квартир, в последнее время чаще попадаются квартиры с панорамным остеклением, это очень красиво, и чтобы не стояли там вот такие вот стоечки, батарейки, знаете, иногда оставляют такие вот уродливые непонятные штуки перед такими красивыми панорамными окнами, я в любом случае всем всегда рекомендую убирать и делать конвекторы. Надо только учитывать в данном случае стяжку, финальный пирог всего напольного покрытия, потому что у этих обогревателей есть своя высота. Да, она от 9 до, там, по-моему, 17 или... Да, минимум 9. Минимум 9, это, да, они есть с вентилятором, без вентилятора, смотрите, да, некоторые люди выступают против, потому что, ну, там, пыль все-таки скапливается, значит, она будет разгоняться, если есть аллергики, значит, это не стоит делать. Вот, но опять-таки это все внедряется хорошо в напольные покрытия, это все работает тоже хорошо, и обрамление ему тоже, тот же пробковый компенсатор, то есть не бойтесь вот этих вот решений, но работают они прекрасно, и внедряются в напольные покрытия тоже замечательно. И, наверное, финал, то, о чем я хочу обязательно вам сказать, и вы должны это помнить, что любое натуральное деревянное покрытие нуждается в сбалансированной температуре в доме, и это хорошо не только для напольного покрытия, это хорошо и для нас, для людей, потому что мы дышим тем же воздухом, да, вот, и если воздух в доме увлажнен, то это, собственно говоря, и напольному покрытию хорошо это его сохраняет долгое время, и человеку, потому что ему гораздо легче дышится не в сухом воздухе, потому что, особенно если стоят стеклопакеты, если стеклопакеты не очень хорошего качества, они, то есть доступа чистого воздуха нет, они пересушивают, то есть они настолько все замыкают, что они при отоплении зимой и настолько сухой воздух в доме, что не то, что дерево, человек начинает себя плохо чувствовать, поэтому увлажнитель, я считаю, что это вообще неотъемлемый атрибут нашего дома на сегодняшний день, по своему внешнему виду они есть разные, их можно вообще как элемент декора, как элемент интерьера внедрить туда, и это будет просто еще и арт-объект, но эта штука должна быть обязательно, поэтому если мы говорим о натуральных напольных покрытиях, это просто вот априори must have должно быть. Виды укладки, есть стандартные виды укладки, это поперечная, продольная и диагональная укладка, это самые распространенные виды укладки, но, к счастью, это не единственное, что можно вообще сделать с этой доской, как ее можно уложить, потому что, обратите внимание, чаще всего, не хочу никого из строителей задевать, но чаще всего строители стараются сделать укладку прямую, чаще продольную, ее легче делать, действительно так, и действительно это более экономичный расход материала, нежели, например, диагональная, мы все знаем, что при диагональной укладке мы даем запас не 5, как обычно, да, на продольную или поперечную, а 15%, потому что там обрезков больше, соответственно, объем закупается на 15% больше, ну и это отражается на цене, кого-то устраивает, кого-то нет, но если без каких-либо изысков, то, в общем-то, продольная тоже неплохо выглядит, да, ее применяют, типичный вариант, достаточно часто применяемый для коридоров, особенно длинных, я рекомендую поперечную укладку доски, потому что поперечная что нам дает? Она разбивает, она сокращает длину коридора, то есть это визуальный обман, который, собственно говоря, нам позволяет хоть как-то, да, вот эту длину коридора сократить, ну так, обман. Диагональная укладка, которую я люблю и чаще всего применяю, если речь идет о каких-то стандартах, вот, и выглядит она хорошо, ну, гораздо интереснее, на мой взгляд, значит, что у этих историй есть еще у доски, она может быть одинаковой длины напилена, все ламили, бу, допустим, по 90 сантиметров, или по 60, или по метр 20, и тогда она укладывается со смещением, но это принцип кирпичной укладки, и мы видим все шовчики, то есть это идеально, правильно, ну, где-то до такой степени правильно, что даже неинтересно, на мой взгляд. Я сейчас все, что говорю и даю оценки, я даю со своей точки зрения, вы рассуждаете и думаете, потому что кого-то только так устраивает, им нравится это, да, а кто-то считает, что нет. Я, честно говоря, чаще всего и рекомендую и применяю разнодлинку, потому что она смотрится из всех вариантов наиболее естественно, наиболее интересно, то есть нет ощущения, что вот тут ее чик-чик-чик так нарезали, напилили, что вот прям штучка-штучка шовчику сошелся, потому что там есть ламели длиной метр восемь, есть ламель метр двадцать, есть девяносто, есть шестьдесят. И представляете, когда это все размешивается, такая получается интересная мозаика, что ты ни один из швов не можешь проследить, где он с кем состыковался, и это создает ту самую естественность, которая не напрягает, потому что когда я захожу и вижу вот эти вот ровные рядочки швов, меня подбешивает. Но мое личное мнение, на него, может быть, и не стоит ориентироваться, но вы должны понимать о том, что существует то или иное. Очень люблю и рекомендую французскую елку. Ну, опять-таки, с точки зрения технических характеристик, вы про нее все слышали. В интерьере она смотрится очень интересно и очень эффектно, особенно если это касается каких-то все-таки более-менее классических интерьеров. Но даже в зависимости от того, какой цвет вы возьмете, если вы, например, возьмете графит и сделаете эту елку, французскую елку в цвете графит, и внедрить ее в современный интерьер, поверьте, это будет очень смотреться эффектно. Даже скорее, ну, просто клево. Вот. Она может быть, кстати, да, с фасочками, без фасочек. Вот. И в зависимости от того, вот, справа есть фаски, слева есть фаски, справа нет фасок, да. Вы понимаете, что даже на этом маленьком элементе она будет по-разному играть и смотреться. Английская елка. Разницу видите между французской елкой и английской елкой. Укладка. То есть, если французская елка, она спилена, то здесь плашки ровные, у всех есть углы 90 градусов, и она просто уложена, ну, таким вот шажочками. Вот. Я ее не очень люблю. По мне французская, ну, она элегантнее, она эффектнее, она интереснее смотрится. Ну, мне лично, как человеку, больше нравится французская елка. Но опять-таки, смотрите, какие еще есть варианты использования и укладки той же доски. Она может быть уложена в разные цвета, мозаично. Она может, вы можете использовать разную ширину. Вы можете взять, допустим, двадцатку и девятку, да, и сделать вот ряд узкой, ряд широкой. Со смещением, без смещения. Вот тут опять-таки ваша фантазия будет работать. Конечно, надо посидеть над чертежами. Надо самим ее разложить, чтобы понимать. Потому что есть помещения, например, в которых широкая доска смотрится очень плохо. Там будет смотреться лучше узкая. Вот. Крайний левый нижний угол, пожалуйста, это тоже доска. Она, каждая ламель одного формата. Но просто со смещением положено. Но опять-таки, вот вам решение вопроса, как интересно выложить напольное покрытие у себя в проекте, чтобы это было нетипично. Хотя материал один и тот же. Вопрос, как бы с ним обойдетесь. Тут, извините, залезу немножечко в вашу область. Душа радоваться начала. Принципиально важно, потому что, к сожалению, бывают не очень профессиональные строители на объекте, и они начинают эту фанеру крепить целыми листами. С точки зрения технологии и будущей жизни доски, принципиально важно вот таким образом нарезать, напиливать фанеру и с зазорами в сантиметр между каждым квадратом ее крепить еще со смещением. Квадраты примерно 30 на 30, 45 на 45, максимум 60 на 60. Правильно? Больше не стоит. Вот, все это для того, чтобы, когда дерево живет и двигается, да, оно же, когда у нас отопительный сезон, оно иссыхает, и оно немножечко как бы скукоживается, ну, высыхает древесина, а летом, когда идет повышенная влажность, в принципе, атмосферная влажность, оно впитывает эту влагу, и оно начинает чуть-чуть разбухать. И вот это вот движение лето-осень, в смысле, ну, вот годичное, круглогодичное, оно существует, живой материал, и с ним будет происходить. Вот чтобы это все не вставало домиком, не распирало, да, или не появлялись очень большие расщелины между ламелями, нужно учитывать технологические моменты. Ну, тут еще я прям сразу прокомментирую. Просто если огромную фанеру, как она есть, там, три квадрата или два квадрата приклеить, фанера клеится в том числе до того, что она потом шлифуется и убираются перепады. Поэтому мы ее, получается, если огромный лист положим, это будет как правило на стяжке. Поэтому мы нарезаем, и маленькими частями это более нивелирует все перепады, а потом мы все бугры убираем, получается ровно. Ну, короче, тут много аспекций, я потом подробнее расскажу об этом. То есть, точка всей технологии, вот это правильная подготовка для будущей укладки. Что еще принципиально важно здесь, и что очень многие, к сожалению, упускают, это то, что должны быть технические зазоры. Технические зазоры вдоль стен, технические зазоры между будущей укладки в разных помещениях. Потому что даже если это один и тот же материал, мы не кладем его одним полотном. Все равно должны быть технические зазоры и разрывы между помещениями. Потому что если потом в будущем что-то где-то происходит или нужно что-то отремонтировать, проще разобраться с одним помещением, чем поднимать полностью все полотно, которое размещено. Но просто, к сожалению, бывают такие случаи, когда действительно строители кладут одним полотном, начинают от коридора и заканчивают балконом через 100 метров по диагонали. Поэтому это в принципе в корне неправильно с точки зрения технологии, об этом нужно помнить. И, естественно, то, что вообще не вспоминается на самом начале, это моменты, где отопительные приборы, особенно где трубы выходят из пола. Потому что вот тут народ, конечно, кто во что, кто начинает пластиком обходить это, кто там еще чем-то. Чудовищные варианты, на них у меня тоже есть ответ на этот вопрос. Просто нужно понимать, что когда вы планируете свое напольное покрытие, нужно помнить, есть любители ламинаты, например. Они говорят, нам хорошо, я говорю, отлично, а как вы будете в ламинате это все вырезать? То есть если натуральное дерево позволяет вот это сделать, то с более искусственными покрытиями гораздо все сложнее. Начинается вот кусками выпиливают, потом кусок тебе вставляют, и все это видно, потому что, ну, к сожалению, это видно. Соответственно, вот об этих вещах нужно думать и помнить о том, как вы их потом будете обходить, как вы их потом решите. Потому что такая мелочь, которая поначалу, когда создается проект или начинается ремонт, никто даже не думает об этом. Ой, пардон. Вот. По, сейчас проскочила, по поводу стыковки покрытий. Я не буду вам рассказывать про порожки, потому что я их терпеть не могу и стараюсь не применять в своих интерьерах. Я в последнее время больше всего, наверное, 95% случаев у меня идет пробковый компенсатор между любыми напольными покрытиями. Будь это доска-доска, будь это доска-керамогранит, будь это доска или мозаика, неважно. В любом случае я использую пробковый компенсатор, потому что удивительно приятный материал, который компенсирует движение древесины. Вот. И несмотря на то, что у него собственный цвет, натуральный, потому что это пробка, его можно покрасить в цвет пола напольного покрытия, и он с ним сольется. Понятное дело, что он будет чуть-чуть все равно отличаться по цвету от общей массы, потому что пробка втягивает в себя гораздо больше, соответственно, там немножечко будет гулять цвет. Но это будет очень эстетичная стыковка. Вот. Ну, в данном случае вот здесь, да, смотрите. То есть это очень-очень аккуратный такой получается стык, который не рвет колготки, не цепляет там каким-то шурупами, выглядит красиво, выглядит, ну, более современно, нежели все порожки. Конечно, возможно, и порожкам надо оставить право на жизнь, и в некоторых моментах, видимо, без них не обойтись. Но в большинстве случаев я стараюсь все-таки использовать пробковый компенсатор, потому что для меня, с моей точки зрения, наиболее удачный вариант решения вопросов. Посмотрите, как аккуратно, да, подходит, истыкуется, например, торец лестницы мраморной и напольное покрытие. Да, никаким другим материалом вы это аккуратно, так элегантно и так красиво, не побоюсь этого слова, не сделайте. Ни один порожек вам такой истории не даст. Вот, поэтому вот в данном случае то, о чем я говорила, да, что есть пробковый компенсатор между керамическим покрытием и деревянным покрытием, и в силу того, что пробка впитывает в себя, она чуть темнее, но это абсолютно не мешает и не уродует эту историю, и дает стопроцентное право на жизнь вот такому элегантному красивому варианту. Согласитесь, что это выглядит лучше, чем с металлическим порожком или с пластиковым порожком. Я думаю, что здесь споров вряд ли возникнет в этом образе. И тема по поводу обхождения. Ну, в данном случае на пробковом покрытии. Но этот момент можно применить и при любом другом деревянном покрытии. Видите, вокруг трубы батареевых, выходящей из напольного покрытия, из пола, да, вот такое вот кольцо из пробки. Выглядит эстетично, аккуратно и, в принципе, можно сказать, красиво. Есть еще силиконовые герметики. Наверное, Виктор нам об этом чуть побольше расскажет, если есть что добавить. Потому что я его тоже применяю, вот, и он точно так же заполняет собой швы, потому что он точно так же может, он эластичный, он точно так же может двигаться. И это тоже хорошая альтернатива для, вернее, всем этим порожкам. Вот, и опять-таки, если мы говорим о покрытии для ванных комнат и спайку швов между ламелями, да, вот он здесь, герметик, играет еще и декоративную роль, потому что они могут быть цветными. Вот, соответственно, на мой взгляд, это тоже хорошая альтернатива тем же самым порожкам. Второй вариант, который я использую после... Вот так не делайте никогда. И вы знаете, сколько этого есть на самом деле? Как много. Я вас просто заклинаю, наверное, какой-то заклинатель змей. Никогда не делайте вот так вот, потому что уродливее этого нет ничего. Это еще прошлый век, когда не было никаких вариантов, никаких технологий, где-нибудь на какой-нибудь даче наших бабушек или дедушек лет 30 назад, может быть, так и делали. Вот, в нынешних интерьерах, в современных интерьерах никогда не применяйте такие порожки, никогда не выдавайте таких решений, потому что это минусует вас. И, собственно говоря, ставит под сомнение ваш профессионал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok